Вот комментарии, которые попали в данное видео. Спасибо вам большое. Ребята, всем привет, с вами я Колди. Это полноценный разбор трейлера Человека-паука. Нет пути домой. Прошлый ролик я делал в кратчайшие сроки, чтобы заработать просмотры. В прошлом видео я не все сказал, что хотел сказать. И поэтому я создал это видео. В этом видео я покажу тебе все детали, пасхалки, отсылки фильма. И как раз я вам расскажу о зловейшей шестерке. В одной из первых сцен трейлеров, когда нам показывают Питера и Эмджей на крыше, можно заметить граффити с надписью Дитко. Это в честь иллюстратора Стива Дитко, создавшего вместе со Станом Ли Человека-паука, а также участвовавшего в создании комиксов о Докторе Стрэндже, в которых он имел дело с различными реальностями. Эмджей читает газету издательства New York Post. Газета посвящена Человеку-пауку. Там предполагают, что Питер способен гипотезировать женщин подобно трюку, которую делают реальные пауки, которые могут воздействовать самками. Оказывать влияние на людей могла женщина-паук Джессика Дрю, чье тело вырабатывало феромоны, и с их помощью она могла вызывать у окружающих сексуальное влечение, страх и отвращение. В следующей сцене Питер с Эмджей летают по городу. Данная сцена – это прямое продолжение сцены после титров. Об этом свидетельствует костюм Человека-паука в момент, когда Мистерио его разблочил, а также одежда Эмджей. После того, как показали лицо Человека-паука, Джей Джиннад Джеймисон вышел на новую линию популярности. Теперь его показывают чуть ли не везде. Его показывают по телевизорам, билбордам, и именно он в фильмах и комиксах всегда ненавидел Человека-паука. И поэтому он сделал так, чтобы Человек-паук оказался везде виновен. Многие поверят новостям Джей Джиннад Джеймисона и слова Мистерио, который говорил, что именно Питер убил его. Данкатор познависит вам из комиксов классическое разделение двух жизней Человека-паука. В сцене, где Питер Паркер находится в полицейском участке, многие заметили в лосатые руки актера Чарли Кокса, он же Мэтт Мёрдок. Именно он будет нашим адвокатом, и именно он и есть Рви Голова. Конечно же, шанса на то, что мы увидим его в костюме, крайне мала. Но в данной сцене может быть кто угодно, так что я не буду утверждать, что это именно он. В этой же сцене Питер говорит, что это не он убивал Мистерио, а его дроны. Коп же говорит, что дроны его. Но есть один факт об этом человеке, который это говорит. Данный человек не работает в полиции, а он работает в организации, которую открыл Тони Старк. Расшифровка надписи D-O-A-D-K расшифровывается как Department of Damage Control. Damage Control данное название же появлялось в первой части Человека-паука, и она занимается очисткой городов после сражения Мстителей и Злодеев. А также в этой сцене Питер носит ту же самую футболку, что он носил и в первой части Человека-паука. На футболке написано, The Physic is theoretical based by fun is real. А на русском это будет. Физика лучше всего теоретическая, а веселье настоящее. В следующей сцене нам показывают комнату MJ. В этой комнате можно разглядеть фото, где MJ в желтом платье, на пару с Недом из фильма Человек-паук возвращение домой. Как раз в её комнате можно увидеть рисунок учителя, который она показывала Питеру в прошлом фильме. На митинге стоит дядька с плакатом Питера Паркера и надписью «Дьявол под прикрытием». Странно, что именно в этом кадре данный дядька скрывает своё лицо. Конспирологические теории о появлении Мефисто в том или ином проекте сродились давно и вышли на пик в сериале Ванда Вижн. Вот этой рыбой покрупнее может быть Мефисто. Хотя это, конечно, не так. Конников Мефисто. Артуз Мефисто. Инженеры Мефисто. Это Мефисто. Ну или кто-то типа Агнес Мефисто. Пральц Мефисто. Конников Мефисто. Это дело рук точно кого-то мистическое. Тем не менее, отсылка Мефисто в трейлере достаточно. Выше упомянутый комикс, с которым Питер заключил «Договор с дьяволом». Фраза «Будь осторожен со своими желаниями», прозвучавшая в трейлере с загадочным голосом. Будь осторожен в своих желаниях, Паркер. Странное поведение Стрэнджа, но только не стоит забывать, как именно переводить своего фамилия. Пожалуй, самая безумная отсылка, а наверное, косметологическая теория с ледяным дворцом Стрэнджа. Многие фанаты связывают это с последним кругом Ада Данты, где сам Сатана вможен по пояс в лед. Они же предполагают, что за обличием Стрэнджа кроется Мефисто, который специально пошел на дьявольскую сделку с Питером. Конечно же, вероятность появления персонажа в фильме, настолько насыщенного героями и злодеями из разных вселенных, крайне мала. Также в этой сцене мы видим Бетти Брандт, которая ведет новости Миттауна. Мы ее также можем увидеть по телевизору в школе. А также мы можем заметить Флэша Томпсона в новой прическе и с новым цветом волос. Когда Флэш узнал, что Питер и есть Человек-паук, он по-любому встанет на его сторону. Раньше же Флэш презирал Паркера. В сцене, где Федералы постучали в дом Петера Паркера, мы можем заметить, что крутят новости от Джей Джона Джеймисона. Ну и конечно же, он будет говорить именно о Человеке-пауке. Это очевидно. Дальше мы видим, что копость задержали не только Петера Паркера, но и Тюмэй, и друзей. Дальше нам в сцене показывают украшения для Хэллоуина. Об этом свидетельствует эта надпись. Да, но украшение очень похоже на Хобб Гоблина. Хобб Гоблин – это злодей, который был создан Роджером Стерном и Джоном Ромитой-младшим. Первое появление состоялось в комиксе Веймейзинг Спайдермен номер 238. Сейчас будет моя личная теория о том, что появится альтернативная версия друга Питера – Неда Лицца. Я так думаю, что он может сыграть злодей Хобб Гоблина. Хотел бы упомянуть, что к фильму Человек-паукнет пути домой Джека Баталоне похудел на 45 килограмм. Да, я знаю, что я это говорил в прошлом видео, но все же это стоит, чтобы упомянуть именно тут. Ведь тут полный разбор тизера. Вероятных причин, из-за которых внутри резиденции Доктора Стрэнджа стало так холодно и заснежено, может быть, несколько. Начиная от забавных и нелепых, вроде по какой-то причине неизвестного портала, или же рождительской датой выхода фильма, как мы видим далее в трейлере, есть и другие неподвластные Стивену заклинания со своими побочными эффектами. Также Стивен одет в толстовку Колумбийского университета, на котором даже видна часть их девиза. In... И в... И в Майнту Ви... 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 Би... 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 Мовсе... Люмин. Что переводится на русский? В твоем свете мы увидим свет. Да, я вперед это увидел не от Google-переводчика или Яндекс-переводчика, а на специальном сайте. Да. Потому что сам Google и Яндекс не могут это перевести нормально. Да. На русский. Классно. Интересный факт, что в Колумбийском университете учился Мэтт Мёрдок вместе со своим другом Фоггей Нильсоном. Питер Паркер просил с помощью доктора Стрэнджа разобраться с ситуацией с личностью, чтобы люди забыли о его двойной жизни. Вонг чуть ли не приказывает верховному магу не делать этого заклинания. На что Стрэндж отвечает «Ладно, не буду». А потом втихаря подмигивает Паркеру. Что значит протяжение Вонга? Если вы думаете, что Вонг покидает Санктором из-за экспериментов доктора Стрэнджа, то это не совсем так. По крайней мере, у него есть цель. После чего он через портал удаляется в старый добрый комортаж, откуда вполне можешь попасть в грядущий блокбастер Шан-Чи, чтобы сразиться с мерзостью. Как можно заметить, Стрэндж не пользуется магией для комфортной жизни. Он такой же обычный человек, как и все, носит теплую одежду и разгребает вместе с помощником снег. На этих кадрах внимание зрителей отвлечено новым черным-золотым костюмом Питера, который, если верить мерчедайзу и проматериалам к фильму, будет уметь делать некоторые магические штуки. В трейлере мы подобно не увидели, но определенная логика в этом есть. Если ранее наставником Питера был Тони Старк и подаренный им костюм оснащен искусственным интеллектом, роботизированными руками и прочими гаджетами, то почему бы новому костюму не обладать магией Стрэнджа, который, вероятно всего, станет новым лицом киновселенной после качины Тони? Если отмотать чуть-чуть кадр, можно разглядеть надпись Fist, отсылающая на нас к видеоигре про паука и ночлегу для бездомных с одноименным названием. Это заведение впервые появилось в комиксе The Amazing Spider-Man номер 548 и по канону это было прикрытием преступной деятельности мистера Негатива. Позднее организация попала под крыло Тети Мэй, что вероятно и будет в фильме. И по всей видимости в этом моменте что случилось с Тети Мэй. Стрэндж отводит Питера Паркера в подвал и начинается магия. Можно заметить, что несмотря на отсутствие Камня Времени, Стрэндж все еще носит глаз Агамота. Между тем, Доктор Странный проводит ритуал, приговаривая, что абсолютно все забудут о тайной личности Паука. В этот момент до Питера доходит, что к таким людям относятся его тетя с друзьями. Паркер начинает сомневаться в своем плане, что вполне странно, ведь можно выполнить ритуал и потом опять заново рассказать родным кто-то. Когда Доктор Странный проводил ритуал, ему мешал Питер. И Доктор Стрэндж говорил, чтобы он не портил заклинание. На что Паркеру было пофиг и он просто нарушил его. И произошел... Пусть весь свет забудет, что Питер Паркер человек-паук. Не ебанет. Это вроде не должна. Конечно, не факт, что этот бун произошел именно из-за него. Ведь все, кто смотрели сериал Локи, знают, вообще будет спойлер, так что отмотай на такую-то секунду, да, которую показано на экране, так что да. Что из-за убийства Канга и произошло ответвление. Ну, впрочем, как видно по трейлеру, что тут виноват Питер. Взрывшение пространства во временном континуума. Мне кажется, что Стрэндж из-за этого заклинания увидит какой-то пред наворотила Ванда и Локи. Поэтому он пойдет разгребать проблемы мультивселенной. А все, кто пишут умов, как из-за такого глупого заклинания началась мультивселенная, несмотря на сериалы, вы, конечно, много не потеряли, но сюжетную нить упустили. Возвращение к роли Электро актера Джимми Фокса подтвердено официально, хоть мы и не увидели персонажа в трейлере. Зато трейлер нам подарил кадры с разрядами молнии желтого цвета, каноничного для персонажа в комиксах. К тому же сам актер недавно подтвердил, что цвет его кожи не будет голубым, как в прошлый раз. На кадрах также можно заметить грузовик с надписью Дели Бьюгл, небезызвестный тамблоид во вселенной Человек-паука. На кадрах выше можно смело предположить, что спокойный Стрэндж показывает Питеру свои знания о мультивселенной, например, поездов. Ну а что, вполне в духе Стрэнджа когда-то Старейшина объясняла это ему в первом же сольном фильме Верховного мага. Ну, если это не отсылка к Доктору Стрэнджу, то как минимум отсылка к фильму Человек-паук 2 от Сэма Рэйми, который, кстати, снимет продолжение приключения волшебника, в котором Питер Паркер героически останавливал поезд. Стрэндж наконец-то сделал то, что нам несколько раз показывала Стрэйшина на самом маге и Халке. Выбил из Питера Паркера его астральную форму, а вместе с этим, видимая и всю, возможно, агрессию, направленную на него. До конца непонятно, произошел ли конфиг между героями на представленном кадре, но во всей этой ситуации явно замешан загадочный артефакт, который Питер держит в руке. Во время вышибания Питера из тела можно заметить белочку, отсылающую на супергероиню девушку-белку. Если вы играли в Матер Супер Хироу, то вы точно должны вспомнить ее. Как мы видим, у Человек-паука есть куб. Данный куб это своего рода как темница, а злодеи не просто так попадут в реальность Питера. Поначалу Доктор Стрэндж запрет их в темнице, представленном в виде куба. Паучок лично их освободит, будучи под воздействием Гоблина. Далее нам показывают кадры с горящим домом. Моя теория такова, что данный дом от организации Фист, который нам показывали ранее. У Хоппи Хогана явно виден страх. По всей видимости, там находится тетя Мэй. Возможно, дом загорелся из-за электро или же Гоблина, как в сцене из фильма Человек-паук с Тоби. Последние двое участников команды злодеев не подтверждены официально, но были подтверждены порталом Календар и инсайдером Рихмана. Ящера можно разглядеть в трейлере в хорошем качестве с увеличенной яркостью, хотя кто-то может увидеть в кадре и Венома или же ночных странников. На кадре также видно, что нечто похожее на маги Стрэнджа, который защищает Питера от нападения. Возможно, это сделал сам Питер благодаря рукоятию на своем черном костюме. Также мы можем заметить этот костюм, когда Питер встречается с доктором Осминогом. По всей видимости, Марвел намеренно смонтировали так, чтобы мы видели железный костюм от Тони Старка. Но, как лично я думаю, это был черный костюм в фильме. Доктор Октавис, уж кто получил широкое представление в трейлере и был официально подтвержден до его выхода. Так, это доктор Октавис, к роли которого вернется Альфа от Малина, который вернется из Человека-паука 2. Над лицом сзади хорошо проработали компьютерной графикой, что неудивительно, что актеры уже за 60, как и многим другим членам шестерки. Так что не ожидайте от них, конкретно этих персонажей, появления в других фильмах. Очень странно видит сцену, что доктор Осьминог знает имя Человека-паука. Привет, Питер. Ведь он, по сути, не должен его знать, так как он не так выглядит. Возможно, это две разные сцены и нас просто хотят запутать. Вполне вероятно, что в этой сцене, где доктор Осьминог говорит перед Питер, возможно, он говорит это не Питеру из ХВМ, а Тоби Магуайру, что вполне будет очевидно и логично. Как и в случае с Зеленым Гоблином, возвращение на экраны Песочного Человека в исполнении Тома Хейдена Черчилля из Человека-паука 2. Подтверждено неофициально, но многим авторитетным источникам, в отличие от Гоблина, он получил совсем призначенное представление в трейлере. Но все эти сомнения о том, что показали нам, именно в злодея нет. Что более интригует, так это кадры, на которых кажется, что персонаж на стороне Паука, как и было в концовке фильма с Тоби Магуайром. Но вполне вероятно, что это делает сам Питер из, опять же, рукояти от Стрэнджа. Возвращение к классическим костюмам, образам из комиксов ждет и другого персонажа, о появлении которого красноречиво твердят кадры с легко узнаваемой бомбой. К роли Гоблина должен вернуться Уильям Дефо, который появился в первом Человек-пауке. Как сообщает целый ряд надежных источников, по данным инсайдера Даниэля Рихмана, Гоблина будет главным антагонистом фильма, что вполне логично. Паула Ньютсон. Эта тетка, которая сидит в машине, по слухам, может быть матерью Майлса Моралеса. Но я лично считаю, что она будет мамой М.Джей. В Человек-пауке Нет пути домой будет сцена, где Питер останавливает бандита, наркоторговца, который может сыграть братом Холланда Гарри Холланд. Актриса Кирсен Данст, сыгравшая роль Мэри Джейн в первой трилоге Человека-паука, раскрыта в будущем блокбастере Человек-паук 3 Нет пути домой. По информации на сайте АМДБ АМД АМ неважно Аския Вон Клинк Джейкоб была узнана как личный костюмер звезды Кирсен Данст. В блокбастере Человек-паук 3 Нет пути домой. Однако, эта информация была быстро удалена со страницы фильма. А это может свидетельствовать о том, что информация про Дива и ее пытается тщательно скрыть. До премьеры фильма Человек-паук Нет пути домой. На данный момент Джейми Фокс, сыгравший персонажа Электро и Альфред Малина, актер, исполнивший роль Доктора Осминога в предыдущих фильмах о Человек-пауке. Подтвердили свое участие в фильме, но все остальные известные актеры остаются под вопросом. Но инициативы подтверждают, что актер, исполнивший главную мужскую роль в первой трилогии Человек-паука Тоби Магуайру, не просто появится в второстепенной роли, но и вместе с Кирсен Данст играют значительные роли для развития сюжета в новом фильме Человек-паук 3 Нет пути домой. Звезда фильма Неситель финал Том Холланд опроверг информацию о том, что его предшественники появятся в эпизодической роли. А Эндрю Гарфилд, актер, сыгравшую роль в фильме Новый Человек-паук, пошел еще дальше и исключил себя из числа претендентов. Вот только все считают это фейком ради интриги будущего фильма Человек-паук Нет пути домой. В присутствии в фильме суперзлодеев из сплошных фильмов о пауке на 100% подтверждают и возвращение других паркеров Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда, которого Марвел и Соня еще пытаются удержать в секрете. Уже давно ходят слухи, что они появятся в фильме, однако в трейлере их почему-то не показали, но не спеши расстраиваться. Скорее всего мы увидим всех паучков позже. Просто в одно двухминутное видео невозможно было уместить все сразу. Это только первый трейлер фильма и он нам показал наиболее важные моменты, последствия поступка Мистерио, мультивселенную и взаимодействие между Человек-пауком и Доктором Стрэнджем. Очевидно, что Марвел не хочет раскрывать сразу все карты и поэтому бережет главный сюрприз на потом. Так что встречи этих трех Питеров-Паркеров придется чуть-чуть подождать. Спасибо тебе большое за просмотр, надеюсь тебе роль понравился и я сделал этот ролик не зря. Для данного ролика я писал сценарий 3 дня. Пожалуйста, оценивай мой труд лайком и подпиской. Я буду стараться делать такие красные ролики. Конечно, обидно, что я чуть-чуть пока не спиваю, потому что за меня выкладывают блогеры. Да, я это прекрасно понимаю, вот, и я очень сожалею, что я чуть-чуть поздновато выпустил этот ролик, но получилось как получилось. Ребят, если у вас чуть-чуть немного времени, минуты так 3 еще, посмотрите, пожалуйста, приложение. Я сейчас кое-что буду говорить. Это не связано с Пауками, а хотя нет, связано чуть-чуть, вот, связано более, чем более, блядь, я уже, знаете, мне уже трудно сейчас это формулировать. Я сейчас вообще, бля, я сейчас вообще без сценария, сейчас вот, я тупо хочу вам взять и все сказать, что я сейчас думаю. После того, что я сейчас сделал, вот. Ребята, что вы знали, всю озвучку я писал всю ночь, и весь день. Да. Спросите, почему так? Да, ответ будет очень прост. Я заикаюсь, да, такое бывает. Вот. И, короче, когда я говорю предложение одно, иногда не получается говорить одно предложение. Я, вместо того, чтобы сказать одно предложение, сразу и четко, типа, классно сказать, я говорю это по сто раз, ну, ладно, не по сто, ладно, по десять. Вот. И вот так вот. Ночью монтировал, ну, не всю ночь монтировал, я монтировал с 0,0 до 3 часов ночи, дальше я сдался, потому что у меня тупо не получало дальше говорить просто. и я лег спать. Дальше закончил днем. Вот. Что значит монтажа? Я сейчас делал монтаж. Конечно, при вас он уже будет готовый, это понятное дело. Вот. Но в данный момент я делаю монтаж уже на протяжении 8 часов. Если что-то не путаю, сейчас погодите, ребята. Смотрите, час у меня на часах час ночи, час 0,5. Вот. Мой друг ушел из дома у меня в 7 часов, ой, в 5, в 5 часов вечера, это с 11.00. Вот. Я в то время тогда вот так, блядь, я в то время как раз и сел за комп, чтобы начать монтаж. Вот. Потому что когда меня дома родители или друзья, я что-то, я не монтирую. Вот. Ну так бывает монтирую иногда. Вот. Но озвучит мне что-то как-то кринжово чутка. Вот. Да. Сейчас уже час 0,5. И сделал я за эти, за эти, сейчас, я правильно прочитал хотя бы? Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну да, восемь часов. За эти восемь часов я смонтировал ровно 11 минут 11 секунд. То есть, ребята, у меня еще осталось, но ролик сам будет длиться минуток 18, скорее всего. Вот. У меня сейчас уже пишут, что у меня ролик длится 16 секунд, 33 минуты, секунды точнее, да. Вот. Да. Ребята, пожалуйста, распространите этот ролик. Друзья, да просто кому-нибудь, пожалуйста, просто очень хотелось бы, чтобы этот ролик залетел. вот. Спросится, как я говорю это все без сценария. Ой, блядь. Спросится, как... вы меня спросите, как я... блядь, вы меня спросите, как я это все говорю? Дело в том, что я сейчас пишу это все без сценария. Вот. А у меня сценарий на 2400 слов. Вот. Это довольно-таки много. по времени занимает до хищи часов. Ребята, блин, я сейчас долго записываю, честно уже, блин. Надо уже заканчивать, потому что вам, наверное, уже скучно. И, короче, увидимся в следующем видео. Всем пока!